Итак, ребят, добро пожаловать на 12 этапов Формулы 1 на Грам-при в Венгрию, которую мы смотрим уже под самый финиш, потому что в гонке ничего не происходило. Это в Венгрии, где достаточно сложно обогонять из-за того, что большая часть трассы достаточно узкая, и если вы начнете проходить бок о бок с кем-то повороты во втором и в третьем секторе, вы имеете нехилый такой шанс очень сильно отстать от своих оппонентов. Ну, как у меня прошла квалификация, она была очень плохой, я смог квалифицироваться там где-то 10-м, и по итогу смог прорваться только до 6-го места. В этот момент Рэдбул уже выигрывает этот этап на первом и втором месте, и первым же у нас приходит причем Пьер Гасли. В принципе, неплохое такое удивление для всех, но и Рэдбул себя очень хорошо показывали. Он даже ошибся в Альтре, успел занять свою вторую позицию. К сожалению, в Венгрии у нас не было никакого хорошего темпа, но, в принципе, ладно, его кое-как хватило хотя бы занять 6-е место, что уже для нас неплохо. Ну и также нам приезжают потихоньку модификации, и также уже в СПА нас ждет глобальная модификация по снижению лобового сопротивления, так что в СПА мы сможем как-то еще хорошенько так побороться, и занять там, может быть, хорошую для себя позицию. Ну, как я и говорил, Пьер Гасли прям весь уикенд себя очень хорошо проявлял, даже лучшее время еще умудрился поставить. Ну, для меня это плохо тем, что в соперничестве он меня потихоньку начинает догонять. Но все-таки я там еще прилично от него оторвался до этого, поэтому я не прям в такой еще зоне риска, когда он меня может догнать и еще выиграть это самое соперничество. Так что посмотрим, как там дальше у нас пойдет. У Льюиса как-то так не задался, потому что у него была какая-то наркоманская тактика. Два пикстопа с софта на медиум и с медиум на хард. Вот не знаю, что побудило именно Льюиса на такую тактику, в Мерсете, посадить. Хотя вот у Ботаса, наоборот, был софт-хард, как и у всех нормальных людей, которые прошли в третий сегмент на софте. Ладно, переходим уже к СПА, где у нас все очень неплохо выходило. Первый сегмент спокойно прохожу. Квят был на волоске от вылета в первом секторе. Во втором сегменте квалификации я решил проехать на медиуме. И забегая чуть вперед, немножко это было неправильное решение. В гонке вы поймете почему. И также Квят проходит в третий сегмент, хотя до этого он чуть не вылетел в первом. Ну окей, это очень хорошо для нас. Но самое плохое было для меня то, что у нас будут штрафы на старте. То есть у меня будет замена ДВСа. Соответственно, я буду прорваться с середины пелотона. Квят также неплохо квалифицируется с шестым, но из-за моего штрафа, скорее всего, он будет стартовать пятым. Если только он сам не наберет штрафы. В СПА нам приехало не так много обновлений, а только одно среднее обновление. Снижение лобового сопротивления, если я это говорил, большое обновление, то вот оговорился. Большой у нас приезжает в Монсу с двумя средними обновлениями на аэродинамику. Так что в Монсу мы сможем посмотреть, насколько хорош наш болид. Даже при том, что у нас непрокаченный двигатель Honda. Там одна модификация на мощность и не более. СПА у нас является самым длинным треком в календаре. 7 километров. Ну и также достаточно интересной трассой с перепадами высот, вверх-вниз. С достаточно интересными поворотами по типу красной воды. И, в принципе, трек очень-очень интересный и один из моих, опять же, даже любимых. Так как у меня были штрафы, мой пол-позишн отходит в Ботасу. Второй мисс он занимает Льюис Хэмилтон. Третий Себастьян Феттель. Четвертый Шарли Клер. Пятый у нас Даниил Квятт. Шестой Макс Рстаппин. Седьмой Кемер Айкнин. Восьмой Чека Перес. Девятый Лэнд Стролл. И десятый я. Да, я говорил, что я из ДВС взял штраф. Я вспомнил, это было по замене электроники. Я думал, что я не отключусь так прям уж далеко. И, на самом деле, надо будет подумать, в каком этапе последним мне надо будет взять все новые запчасти ДВС. Потому что иначе я так из этапа в этап буду каждый раз брать все штрафы и каждый раз откатываться в середину пелотона. Что, ну, как бы очень плохо. Ладно, переходим к старту. И Газ на Красной Агне я срываюсь с места кое-как. Поскольку мои оппоненты все стартуют на софте, у меня тут же проходит и Гасли, который также стартовал на софте. Ну, и в Шпильку я вошел, более-менее отыграв свою позицию по отношению к Строллу. И дальше у нас идет уже Красная Вода. Но перед ней мы посмотрим старт с ТВ-камеры, как у нас происходила борьба в пелотоне. Мерседес очень хорошо стартовал. Ботос прям начинает потихоньку отъезжать сразу же от Феррари. Феррари как-то провалились на старте и тут же начинает атаковать Квят. Но атака у него не удалась и оба болида Феррари оказываются впереди. Передо мной же шла борьба между Пересом и Гасли. И забегая чуть вперед для Гасли, этот этап закончился достаточно быстро. К сожалению, на выходе я зацепил его своим задним колесом. Из-за этого отправил просто, грубо говоря, в отбойник. По итогу для него заруиненная гонка. Он также еще зацепил за собой Хюйкенберга. Ну и, короче, да, грубо говоря, я просто двух пилотов как бы убил. Ну, не специально, просто хотел как можно быстрее начать прорваться, потому что терять время тоже не хотелось. Пытался агрессивно атаковать Ферстаппена с Райканеном, но не получилось. Меня также подделал задним колесом Ферстаппен, но меня, слава богу, не развернуло. Но пришлось свою атаку отложить на более поздний срок. На следующем кругу у нас Мерседес начинает уже борьбу за первую позицию. Льюис накатывает на Вальтери. Странно, что для Вальтери еще не поступило сообщение Вальтери из Джеймс, чтобы он пропустил Льюиса. Но, в принципе, и без этого Льюис выходит вперед. И Мерседесы, в принципе, забегая чуть вперед до конца этапа, будут спокойно лидировать. И никто им не будет мешать. Почему им никто не будет мешать? Да поскольку Феррари также позади Мерседесов начинали свою борьбу. И из-за этого стопили всю группу, которая была позади них. А именно Квята, Ферстаппена, Райканена. В том числе и меня с Пересом, который шел позади меня. Собственно, вот, начиная на ней борьбу, как и Мерседесы, Феррари пытался пройти своего напарника. Но у него из этого ничего особого не получилось. Также передо мной уже на следующем кругу, когда он споялся в ДРС, Райканена начинает атаковать Ферстаппена. По итогу начинают друг друга замедлять. Я не уперся в Райканена. Но, в принципе, в будущем я начну упираться сначала во Ферстаппена, потом в Райканена, потому что они медленно очень сильно выходят. И по итогу у меня уже позади начинает атаковать Перес. Но, благо, ему получилось только поравняться со мной, но не более. И я, соответственно, смог удержать свою позицию. Но с Райканена надо было как-то что-то решать уже побыстрее. Плюс он остался еще и от Ферстаппена. На обратной прямой перед автобусной остановкой я его смог пройти на более позднем торможении и уже погнался за Ферстаппеном, поскольку надо было как можно быстрее прорваться и, может быть, у меня будет еще какая-нибудь возможность опередить оба Мерседеса. Но, к моему несчастью, Феррари продолжают свою борьбу. Фетель смог все-таки обойти Леклера, но по итогу мы начинаем замедляться все. Плюс еще и Фетель ошибается на торможении, из-за чего его тут же проходит Леклер и Квят. Но по отношению к Квяту он быстро вернул свою позицию на автобусной остановке через пару кругов, когда их еще и догнал уже Ферстаппен. Также я уже их догнал, поскольку они сильно замедлились в автобусной остановке из-за того, что начали проходить бок о бок. Также позади Райканен неплохо сдерживал оба болида Racing Point, за счет чего позади меня не было никого, а они между собой разбирались и по итогу я никому из них не давал свой ДРС. Фетель все-таки смог после шпильки обогнать такие Квята и устремился за своим напарником. Я же в свое время устремился за Ферстаппеном и Квятом и соответственно уже намеревался их обоих опередить на прямой за счет Слипстрима и ДРСа. Сначала опережаю Ферстаппена, потом тут же и Квята по внутренней территории пытаюсь опередить. И в принципе все без проблем для меня выходит. Мы бок о бок начинаем ехать с Квятом, но он сильно замедляется и вот тут же проходит Ферстаппен. И по итогу для Квята это вышло так себе. Он сразу же потерял две позиции. Одну по отношению ко мне и вторую по отношению к Ферстаппену, который в этот момент шел позади меня и за счет того, что я шел быстрее все-таки он смог еще и пройти вместе со мной Квята. На следующем кругу Феррари продолжили свою борьбу. В красной воде они почти бок о бок начинают в нее входить, но Фетель все-таки решил нажать на тормоз, из-за чего пропустил вперед Леклера, ну и также дал мне подъехать к нему как можно ближе. Это так ближе, что я смог его опередить еще до зоны торможения, точнее на зоне торможения смог его опередить и уже погнаться за Леклером. Мерседесы в принципе были еще не совсем так далеко, но Леклер примерно оставал до Ботаса где-то на 2-3 секунды. Соответственно мне надо было как-то эти 2-3 секунды снять, но это был другой уже вопрос, как я это сделаю. Точнее этот вопрос быстро снимался тем, что у меня на пистопе будет уже софт, у них будет медиум. Соответственно я буду очень быстро по отношению к ним, где-то на полсекунды-секунду, и соответственно у меня будет шанс догнать еще Хэмлитона и Ботаса, и пытаться их опередить. По крайней мере до Ботаса я точно смогу дотянуться, а вот до Хэмлитона будет вопрос, если мне хватит резины, может быть и его тоже зацеплю. Ну что же, на 15-м кругу я отправляюсь на свой лучший по сути круг, вместе с этим продолжаю преследовать Леклера, и уже готовился к атаке после красной воды, напрямую за счет слепстрима и Дресса. Собственно, это без проблем у меня пройдет, потому что у меня просто будет преимущество небольшое в скорости, в держаке, ну и без каких-либо проблем я его смогу обойти. Вальтери был не совсем далеко от Леклера, где-то полторы-две секунды, и соответственно до него я тоже смогу дотянуться еще на этом, может быть, кругу, вот 1,6 секунды. Но если смотреть по миникарте, то можно заметить то, что Вальтери достаточно сильно отстал от Хэмилтона, примерно на 4-5 секунд, что будет для меня проблемой, если я не буду снимать где-то по секунде до Хэмилтона. Что опять же для меня будет проблемой, потому что софт имеет свойство очень быстро уходить, и первые несколько кругов после пистопа, да, я буду ехать очень быстро по отношению к моим оппонентам, но опять же у них медиум, он медленнее изнашивается, и соответственно у них будет меньше потери в осцеплении, нежели у меня. Ну и все-таки да, если я буду очень сильно оттоковать, то я резину прямо изничтожу очень-очень быстро. Также хочу отметить то, что пистоп я решил сделать на круг позже, решил сделать оверкат, потому что подумал, что может быть софта мне не хватит, но после того, как я проехал уже второй круг на софте, и увидел то, что он только 7%, 8% даже износа у него был, я понял то, что я совершил ошибку, и можно было чуть раньше пойти на этот пистоп. Так как софт спокойно бы дотянул до финиша, и без этого лишнего круга на медиуме. А я получаю то, что мне придется чуть дольше догонять Хамильтона. И по итогу я уже потихоньку начинаю на 16-17 кругу понимать то, что если я даже сейчас опережу Ботаса, мне еще придется может быть от него защищаться, поскольку на первом и третьем секторе у меня все-таки проблемы с темпом, я не могу так быстро ехать, как один на прямых, из-за чего можно сделать вывод, то что Хамильтона я навряд ли догоню. Просто банально, потому что у меня Ботас немного привяжет даже своей борьбой, потому что я его смог опередить только под конец второго сектора, где у нас все-таки в третьем уже начинается прямая, более-менее, ну, не совсем, конечно, прямая, но достаточно скоростной участок. И уже, соответственно, на следующем кругу, на прямой после красной воды за счет ДРС, он меня смог догнать, но опередить не смог. Дальше у нас идет второй сектор, после которого я смог от него уже оторваться больше, чем на секунду. На 19-й кругу у меня уже был разрыв до Льюиса где-то 3 с чем-то секунды, но тут же выезжает виртуальная машина безопасности, точнее, выходит, и по итогу мы продолжаем ехать под ней где-то полкруга. А напомню то, что только в втором секторе я мог очень сильно сокращать дистанцию до Хамильтона, и только в середине круга снимают виртуальную машину безопасности, и после этого я понимаю то, что первого места мне не видать, если только Льюис не сойдет, либо у него что-то не произойдет с ДВСом. Чего не происходит, соответственно, и только второе место, хотя квалифицировался я на первом, и думал то, что за то, что возьму лишний элемент электрики, я получил лишь ну 5 позиций, а получил по итогу 10. Из-за чего я не смог все-таки выиграть, хотя очень-очень сильно хотелось. Мне напоминает, это даже в 18-й формуле сезон за Вильямсов тоже, первый сезон, когда мы могли выиграть СПА, но я что-то сделал не так, а именно с тактикой вроде что-то было связанное, тоже из-за этого я не смог прийти первым, там только получилось вторым или третьим приехать, но уже точно не вспомним. Для Мерседеса это неплохой этап, Льюис снова выигрывает, потихоньку он начинает отрываться от Леклера, поскольку Леклер был достаточно близок к нему, но Льюис начинает потихоньку увеличить это расстояние по очкам. Также у нас Леклер еще успел опередить Ботаса, вот что-то у Ботаса не завязалось с этим этапом, начал неплохо, но вот продолжил, к сожалению, плохо, проиграл мне позицию, Леклер еще успел проиграть. Ковят у нас, кстати, успел пройти на 7-м месте, для него это вроде вторые очки в сезоне, ну, хоть что-то приносит, так сказать, в копилку команды, а то только в основном я приносил, и то дохрена уж как-то наприносил, аж большую часть команд смог опередить в одиночку. Лучший круг за мной был, насколько я ехал на софте свежем, в принципе, это первый у нас самый быстрый круг, за который мы получаем лишнее очко, ну и в будущем, надеюсь, что у нас будет побольше таких кругов. Конечно, Ковят проиграл еще две позиции по отношению к своей стартовой, но все-таки на дистанции, как я говорю ранее, у нас, ну, недостаточно хороший темп, нежели, как это бывает, чаще на квалификациях. Хотя, хотя стоит заметить то, что в последний момент у нас получается и держать хороший темп даже в гонке. За счет финиша на втором месте я продвигаюсь на четвертое место в личном зачете, что неплохо, окей, попытаемся теперь закрепиться тут, ну, точнее, как повезет, в Монсе неизвестно, как у нас еще будет с погодой, все, ну и как бы в принципе будем ехать, и кто что еще придет из обновлений. Аж да, стоит еще отметить, то, что у нас Ферстаппин сошел по техническим причинам, и подвести может такой итог, то, что если в Бенгрии у Red Bull все было замечательно, первая и третья позиция, то тут последняя и предпоследняя позиция, что крайне-крайне очень плохо, но при этом все равно мне почему-то к Red Bull добавилась репутация, хотя на их месте бы я бы сказал бы, ух, засранец взял нам и запорол всю гонку. Модификацию заказываю всего лишь одну, это на улучшение системы DRS, которая нам приедет только в Сингапуре. Ну, в принципе, DRS нам приедет полным составом в Сингапур, и еще два мелких обновления, связанные с аэродинамикой. Ну, это чуть так забегая вперед. На этом, ребят, все, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорых встреч, пока-пока, и удачи вам. И да, видосов не было, потому что у меня просто не было времени их домонтировать. На этом точно все, потому что давайте скоро увидимся.